Много вопросов возникает у жителей районов в связи с закрытием родильного отделения в Кашхабльской центральной районной больнице. Поступают жалобы от рожениц. В связи с чем было принято такое решение? Как теперь будет организована медицинская помощь беременным и роженицам? И откроется ли это отделение вновь? Чтобы ответить на волнующее население вопросы, мы обратились в Министерство здравоохранения Республики Адыгея. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Республики Рустемир Итуков. После тщательного анализа, несколько комиссионных выездов мы делали в Кашхабльскую ЦРБ, приняли решение о закрытии приостановления работы роддома, поскольку считаем, что в нынешних условиях, вот как работает сейчас роддом, работал, вернее, роддом Кашхабльской ЦРБ, он представляет угрозу женщинам и новорожденным. Почему? Объясню. Значит, многопрофильный стационар, хорошая больница, Кашхабль, традиционно всегда там был роддом, женщины рожали, из других районов приезжали, вопросов особых не было. Но в последнее время, с учетом демографических изменений, с учетом уменьшения рождаемости, количество родов дошло до такой степени, что раз в три дня одни роды. Раз в три дня одни роды, это и падает квалификация самих специалистов, которые работают в роддоме, и педиатров, значит, это не зависит от докторов, это общая мировая тенденция, когда мало работаешь, когда мало с этим сталкиваешь, соответственно, всегда страдает качество. Поэтому, чтобы, значит, никаким образом не подвергать женщин риску новорожденных, мы приняли такое решение. Почему в Майкоп и что изменится вообще в работе перинатальной службы? Время доезда до Майкопа, ну, в среднем час. Чуть больше, чуть меньше, но с Кашхаблей это в среднем час. Никаких проблем с доступностью у нас нету. Мест достаточное количество. Мощность нашего роддома позволяет принимать всех женщин в республике с лихвой. Не такое большое количество родов, поэтому роддом сейчас спокойно справляется. В роддоме есть хорошие специалисты круглосуточно, есть неанатологи, есть хорошее оборудование, поэтому мы считаем, что вот именно, чтобы качественно предоставляли услуги мы женщинам, нужно концентрировать эту помощь здесь. Задают вопросы, а если экстренно что-то случится? На этот вопрос отвечу таким образом, что родзал в составе гинекологического отделения никто не закрывает. Он будет сохранен. Более того, все работники бывшего роддома, нынешнего гинекологического отделения, ни один человек не будет уволен, они все остаются при своих местах, и работа будет продолжена в штатном режиме. Беременным будет оказываться помощь. Отделение патологии беременных, отделение гинекологии, женская консультация, они функционируют в прежнем режиме. Если что-то экстренное случится, родзал есть, и бригады с Майкопа в любой момент приедут на помощь. Но в плановом порядке рожать в Кашхабле пока не нужно. Это, ну, считаем, что это уже опасно. В прошлом году у нас было три случая младенческой смертности в Кашхабльской ЦРБ. Значит, в этом году уже один случай, поэтому принято такое решение. В дальнейшем, если ситуация будет меняться, если будет увеличиваться количество беременных женщин, количество родов, изменится вообще в целом демографическая ситуация, нам ничего не мешает вернуть работу, восстановить работу роддома. Поэтому это временная вынужденная мера, то, что мы сейчас сделали. Еще один немаловажный момент. Значит, в последнее время какая-то тенденция у нас появилась, что едут рожать в Курганинск. Конечно, это право женщины. Это право женщины, она выбирает, где ей лучше. Законом закреплено за ней право. Но я с уверенностью хочу сказать, что у нас условия, созданные в Майкопе, я думаю, что на порядок выше, чем в других территориях. Поэтому предлагаю вам поехать и посмотреть воочию. В ведомстве привели статистику по отделению. Роды раз в три дня. Главный специалист-эксперт медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики, акушер-гинеколог Наталья Морозова, комментируя эту историю, пояснила, что только при определенной нагрузке родильный дом может гарантировать качество предоставляемых услуг. У нас в Республике, как и в целом по России, организована трехуровневая система оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии. И в части, касающейся именно Кашхабльской ЦРБ и ее родильного отделения, это учреждения второго уровня. По нынешним временам, по требованиям трехуровневой системы, в этом учреждении могут рожать только женщины абсолютно здоровые. То есть низкая степень риска и средняя степень риска. Но в связи с тем, что, к сожалению, состояние здоровья сейчас нынешних пациентов, а именно женщин беременных, вынашивающих беременность, и те осложнения, которые могут развиваться в процессе беременности, в родах и сразу после родов, не позволяет им выставить среднюю или низкую степень риска. В связи с этим получается, что в родильном отделении Кашхабльской ЦРБ катастрофически малое количество родов. А из-за этого у коллег теряются навыки приема родов. В связи с кадровым дефицитом у нас в отделении отсутствует служба реанимационная, которая может оказывать помощь как женщинам, так и детям. Реаниматолог есть, но в связи с кадрами он вынужден дежурить на дому. А в нашей службе счет идет на минуты. Поэтому время, которое может затратиться на приезд врача, это уже упущенное, очень дорогое время. В связи с этим малое количество родов, высокая заболеваемость беременных. Мы вынуждены перенаправить потоки наших пациентов для того, чтобы предотвратить какие-либо малейшие осложнения в процессе рода, во время беременности. Перенаправляем их в учреждение третьего уровня, которое у нас в республике является перинатальный центр. Майкопской городской клинической больницы. В этом учреждении есть круглосуточная служба анестезиологическая для женщин. Это отдельное отделение, занимается только пациентками именно родильного отделения и гинекологического отделения. Есть служба неонатологическая, высококвалифицированные специалисты, детская реанимация, специалисты высокого уровня, высшей категории, опытные, которые видят и занимаются именно тяжелыми состояниями у беременных. В связи с этим было принято решение о том, что родильное отделение, в котором было всего три койки, чтобы избежать осложнений для беременных и для малышей, родившихся, временно работу их приостановить. В отделении осталось отделение акушерско-гинекологическое, в котором может оказываться медицинская помощь женщинам с гинекологической патологией и беременным. То есть стационарную службу мы не закрываем. И женщины, которые находятся в отделении Кашхапельской ЦРБ, круглосуточном, с дежурством врача-акушера-гинеколога, акушерки, своевременно могут оказать медицинскую помощь. И при необходимости, в случае каких-то проблем, осложнений, будет своевременно переведено в перинатальный центр. В части оказания медицинской помощи новорожденным детям нашей съемочной группе рассказала начальник отдела медицинской помощи детям службы Радовспоможения Министерства здравоохранения Саида Схашок. Нужно понимать, что рождение ребенка – это всегда экстренная ситуация. И положение может поменяться внезапно и может осложниться. Поэтому бригада, которая принимает ребенка, должна суметь быстро и качественно отреагировать на изменения ситуации, чтобы спасти здоровье, а зачастую и жизнь новорожденного. Этим требованием полностью отвечают все работающие бригады перинатального центра. Мы можем проводить в перинатальном центре телемедицинские консультации. Это такой вид медицинской помощи, когда специалисты регионов советуются и обсуждают лечение, маршрутизацию пациентов со специалистами федеральных центров, которые располагаются в Москве, в Санкт-Петербурге и крупных городах. То есть здоровье ребенка новорожденного тут будет и в руках специалистов федеральных центров, скажем так. Нарушения в состоянии новорожденного, при обнаружении каких-то нарушений, есть возможность поставить диагноз правильный, точный и определить дальнейшее ведение этого ребенка. Поэтому я считаю, что для того, чтобы правильно, качественно, быстро, квалифицированно оказывать медицинскую помощь новорожденным детям, мы вас приглашаем и всех жительниц Кашхабльского района в перинатальный центр. Как устроен современный родильный дом? Мы задались этим вопросом и отправились на экскурсию в перинатальный центр Майкопской городской клинической больницы. В сопровождении руководителя перинатального центра Жаны Матыжевой мы посетили все отделения медицинского учреждения и воочию увидели, насколько комфортно пребывание и качественная медицинская помощь пациенткам. Я жительница Кашхабльского района, попала в эту больницу первый раз. Хочется отметить высокий профессионализм врачей, слаженную, чёткую работу персонала и, что немаловажно, это чёткое, внимательное отношение к пациенту. Чтобы избежать ненужных страхов, будущим мамам достаточно владеть информацией о принципах работы заведения и его отделов и особенностях функционирования. После реконструкции старого здания мы открылись в новом формате 1 декабря 2020 года. Значит, перинатальный центр у нас третьего уровня, единственный в республике. Что значит третьего уровня? Мы оказываем высокотехнологичную помощь глубоко недоношенным детям. Мы выхаживаем детей с экстремально низкой массой тела. То есть по всей республике преждевременные роды обязательно должны к нам довозить. Далее у нас в структуре перинатального центра входит отделение патологии беременности на 40 коек. Здесь у нас концентрируется беременность с высокой степенью риска со всей республики. Также мы обслуживаем население близлежащих районов Краснодарского края. Очень охотно к нам едет Белореченский район, Абшеронский район, а также Мостовской район. Кроме патологии беременности, следующее отделение у нас – это родильное отделение, которое включает все три этажа. Это родблок, оснащенный высокосовременным оборудованием. Три – оперблок, отдельно включающий в себя три родзала. АРО – это анестезиолого-реанимационное отделение, тоже на шесть коек, оснащенное современным оборудованием. Далее пятый этаж – это весь посвящен детям. Половина – это отделение реанимации, интенсивной терапии новорожденных. Это как раз-таки то отделение, где оказывается высокотехнологичная помощь. Которые у нас высокотехнологичное оборудование, современное оборудование, такие как жираф, которые на первом месте во всем мире, дрейгеры, ЭВЛ-аппараты, аппараты для выхаживания, ковезы. Также у нас есть транспортный ковез, которым мы пользуемся внутри отделения. То есть с операционного зала, с оперблоком мы в отделение реанимации перевозим на транспортном ковезе. Также мы на себя берем всех детей, рожденных в районе у нас, в республике, через санавиацию, медицинную катастрофу, на реанимобиле перевозим в транспортном ковезе детей, и мы здесь их выхаживаем. Это отделение у нас на 10 поезд. Далее у нас есть отделение второго этапа выхаживания. Это называется отделение патологий новорожденных. Туда поступают дети после реанимации. Здесь мы уже их выхаживаем до веса 2,5 килограмма. В этом отделении они находятся уже с мамами, детки. И оказывается им тоже необходимая помощь. То есть, как получается, дети, рожденные у нас в перинатальном центре, а также в районах, которые к нам привезли, мы их никуда не переводим. В другое отделение, в другое учреждение мы не переводим. Этим мы значительно снизили перинатальную смертность, раннюю неонатальную смертность. Это наши все показатели. О кадрах у нас 80% врачей, это свыше категории, акушерогинекологи, анестезиологи, реаниматологи, неонатологи и реаниматологи, просто неонатологи. Неонатологи и реаниматологи, это которые у нас работают в отделении реанимации, интенсивной терапии новорожденных, а также на втором этапе новорожденных. А просто неонатологи, это врачи и педиатры, которые вместе с акушерской анестезиологической бригадой принимают роды. То есть, это команда, которая находится в родзале. Родблок у нас состоит из индивидуальных родзалов. То есть, в каждом родзале получается, с улицы попадает роженица и пока до окончания родов и два часа находится в индивидуальном родзале. То есть, есть возможность у нас, и мы это практикуем, партнерские роды. То есть, возможно, с родственниками, с мамой, с сестрами, с мужьями есть возможность, и мы это очень приветствуем, тоже принимать роды, партнерские роды. Следует отметить, что в перинатальном центре на высоком уровне оказывается помощь, в том числе тяжелым пациенткам и новорожденным. Здесь проводят плановые консультации, перинатальную диагностику и выявляются проблемы на ранних стадиях. Это у нас один из ремзалов, где находятся глубоко недоношенные детки. Это ремзал отделения реанимации интенсивной терапии новорожденных. Детки, рожденные на 22-25 неделе, с весом 700 грамм, килограмм 300 лежат. Самый больший вес из этих деток – это 2 600 грамм, а так в основном совершенно маленькие дети, и они здесь получают полное комплексное лечение. Они будут здесь находиться, пока они наберут вес, а потом переходят в отделение патологий новорожденных. То есть второй этап выхаживания. Дианочка, ты довольна? Довольна. Очень, конечно. У нее была очень серьезная ситуация, осложнение беременности, но мы справились на высоте, я считаю. Врачи высшего уровня. Дальше от нее зависит. Четко выстроенная система с включением, если необходимо, вертолетной техники, телемедицинской консультации – все это сегодня доступно в центре. Рожениц в родах, беременных из Кашахабльского района, в том числе мы всех принимаем. У нас есть большой резерв, никому не отказываем, всем рады. Что я хочу сказать, что у нас есть, чего в других районных больницах нет. Это, естественно, акушерская, анестезиологическая, неанатологическая бригада. Бригада готова оказать помощь при любом разворачивании событий. То есть имеем в виду, что могут быть осложнения серьезные. И мы готовы развернуться, оказать помощь. У нас для этого есть силы, возможность, ресурсы и желания. Продолжение следует...